Компания Meizu Но занимает немало места Очень удобный кабель для подключения к ПК Его можно вставлять в порт USB любой стороной И так, и так Внешний вид самого Meizu Pro 5 недвусмысленно напоминает iPhone 6s Plus Белые рамки вокруг экрана Алюминиевый цельнометаллический корпус Две полоски снизу и сверху Форма кнопок Круглые грани Посмотрите на нижнюю грань и попробуйте догадаться Где здесь iPhone, а где Meizu Кстати, обратим внимание, что у Meizu в качестве разъема для зарядки И подключения к ПК Используется симметричный USB Type-C То есть все больше и больше смартфонов переходит на этот стандарт Хотя для пользователя это пока дополнительная головная боль Кабель найти куда сложнее Как у iPhone, здесь сим-карта устанавливается в выезжающей салазке Но при этом поддерживается две сим-карты Либо можно поставить одну симку и карту памяти microSD Сканер отпечатков пальцев размещен в кнопке «Домой» Она находится спереди под дисплеем Но скорость работы датчика медленнее, чем в iPhone Еще одна небольшая деталь Легкое скругление стекла Это украшает модель Делает более приятным ее хват Но и увеличивает сходство с iPhone Что вряд ли можно считать плюсом Сравнивая iPhone 6S Plus и Meizu Pro 5 Нельзя не отметить, что экран у Meizu чуть больше 5,7 дюйма вместо 5,5 дюйма Но при этом габариты чуть меньше То есть получается, что полезная площадь передней панели у Meizu больше Камера сильно выступает, причем ее глазок куда больше, чем у iPhone Защищает объектив сапфировое стекло Качество снимков при этом неплохое, но не дотягивает до уровня нынешних флагманов Хотя разрешение не маленькое – 21 и 16 мегапикселей Зато смартфон может снимать видео в 4К, как и подобает флагману Дисплей использует матрицу AMOLED Коррекция цветового баланса есть, но недостаточная, поэтому цвета все равно немного перенасыщенные Но в целом качество экрана вполне достойное Производитель особенно гордится качеством звука этой модели, называя его Hi-Fi 2.0 Мы сравнили просто на слух звучание смартфонов в качественных мониторных наушниках Со звучанием iPhone 6s Plus и Sony Xperia Z3 Compact Принципиальной разницы, честно говоря, не заметили То есть характер звука чуть отличается, но нельзя сказать, что это какой-то качественный иной уровень Ну или же это можно почувствовать только в каких-то особых условиях и с наушниками еще более высокого класса Впрочем, начинка здесь действительно впечатляющая 3 или 4 гигабайта оперативной памяти, в зависимости от версии А также 64-битная однокристальная система Samsung Exynos 7420 Она, например, используется в последних флагманах Samsung И пока что среди Android-смартфонов это самый производительный вариант При этом, благодаря довольно емкой батарее, Meizu Pro 5 демонстрирует очень неплохие результаты автономной работы В общем, недостатки у модели есть, но при цене в 38 тысяч рублей Это прекрасная альтернатива iPhone 6s Plus, за которой просят почти вдвое больше Так что, если вы хотите нечто похожее на iPhone и с достойной начинкой Но не готовы платить за оригинал 66 тысяч рублей То присмотритесь к этой новинке Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео Читайте статьи на ixbt.com И до новых встреч!